Здравствуйте, дорогие товарищи! Давайте депутата послушаем! Здравствуйте еще раз! Здравствуйте! Да, дорогие друзья, но мы уже с правлением ЖСК Калужский этот вопрос достаточно подробно. Вы смотрите, кто вы? Моя фамилия Менделеев, зовут меня Сергей Владимирович, я депутат муниципального округа Яснево, да, это не мой округ, вот данные дома, да, но меня, так сказать, Ирина Владимировна Гришина просила здесь присутствовать, она сама, к сожалению, болеет, она является депутатом от этого округа, поэтому я... Она обещала Осикина прислать. А Кокарев здесь? Да, Вадим Григорьевич Кокарев здесь. Вадим Григорьевич, проходи, проходи, ты от нашего дома сейчас скажешь. А Осикин будет? Он же в этом доме живет. Она ничего не сказала про Осикина. Я знаю, что она об этом. Вы депутаты в Украине. Значит, дорогие товарищи, я недалеко сегодня, мы с правлением ЖСК Калужский, мы, соответственно, этот вопрос пару дней назад обсуждали, я смотрел очень внимательно, да, на те решения, которые по данному участку принимались, могу по этому поводу сказать следующее. Соответственно, ГПЗУ, да, градостроительный план земельного участка, это как бы основной документ, который позволяет на этом участке что-либо делать, выдан на основании решения суда. Значит, история данного участка какова? Правительство Москвы в лице своего департамента заключило договор с Мегаватт-сервисом, или как они там называются, да, на аренду данного участка. Данный участок был отмежован, были поставлены его границы, все. Когда Мегаватт-сервис обратился, так сказать, за выдачей ГПЗУ, ему отказали. Отказали на каком основании? Было сказано о том, что это придомовая жилая территория, да, это написано напрямую. Да, поэтому изменение ее назначения невозможно, мы вам никаких документов на строительство и изменение назначения участка не дадим. Мегаватт-сервис обращается в арбитражный суд города Москвы, это происходит в 2011 году. И суд абсолютно неожиданно, на мой взгляд, совершенно незаконно встает на сторону Мегаватт-сервиса. При этом в решении суда указывается о том, что оказывается у нас теперь в Москве для выдачи ГПЗУ на строительство не нужны публичные слушания. Это написано в решении суда, этот бред я вчера прочитал, я до сих пор не могу как бы его переосмысливать. Да, ну, да, в буквальном смысле да. Вот, соответственно, поэтому есть несколько путей защиты, да, по как бы этому направлению. Ну, во-первых, здесь в одном из путей было уже сказано, да, что собственные гриловые помещения могут обратиться в суд для защиты как бы своей предавовой территории. Опять же, ЖСК Калужский, я не знаю, ЖСК Калужский является ли зарегистрированным юридическим лицом? Да, да, да. Поскольку данная земля находится в их ведении, как придомовая территория, платились с нее налоги, да, она была в свое время, так сказать, выделена под строительство данного дома. Их обязаны были к участию в данном деле арбитражным привлечь. Не привлечение того или иного лица к участию в деле является однозначным основанием для отмены данного решения. Более того, все три инстанции, то есть апелляционная инстанция, первая инстанция и конституционная инстанция, для всех трех случаях власти города Москвы выступали против того, чтобы данный участок был выделен под строительство чего бы то ни было. Но еще раз повторяю, по непонятной лично для меня причине арбитражные суды встали на сторону Мегават-сервиса, да, и правительство было вынуждено в итоге, так сказать, все эти документы дать. Вот. Основная аргументация у нас следующая, да, главная аргументация, что данная земля, данный участок земли является придомовой территорией. Согласно жилищному кодексу Российской Федерации, это является собственностью тех собственников квартир, которые проживают в этом доме. Без их согласия, без их разрешения, без их подписанного, так сказать, документа, да, ничего здесь строить нельзя. В самом отделении участка на этой земле, оно незаконно нужно расторгать. А вы из этого дома, извините, вы из этого дома? Нет, я не из этого дома. Это депутат. Это наш депутат. Да. Само, да. Давайте его посоветим за межевание. Вот скажите, как депутат? Значит, коллеги, послушайте меня, по поводу межевания, по поводу межевания, недалее, как позавчера, на портале правительства Москвы, да, на портале окружной комиссии, появился протокол по межеванию 16 микрорайона. В этом протоколе особо отмечается, что данный участок выделен по решению суда. Тем самым окружная комиссия, так сказать, как бы... Без публичных слушаний там написано. Да, без публичных слушаний. Тем самым окружная комиссия как бы сняла с себя ответственность. Она сказала, что, ребята, мы все понимаем, но мы ничего сделать не можем, потому что есть решение суда. Понимаете, да, то есть, вот от этого решения, потому что у нас решение судов, они, к сожалению, так сказать, ну или к счастью, да, они обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. Вот нужно танцевать от этого решения суда. А мы его обжаловать не можем? Конечно. Я сказал, что есть несколько способов его обжалования. Кроме того, выделение и, так сказать, наличие ГПЗУ еще не является разрешением на строительство. Разрешение на строительство это отдельная совершенно тема, да, и которая, опять же, не может без публичных слушаний проходить. У них уже есть документ, разрешение на строительство. Значит, дорогие, дорогие, дорогие коллеги, дорогие коллеги, поймите правильно, такие вопросы в формате сходов и митингов не решаются. Это тяжелая, сложная юридическая работа. У нас на митинге недавно, вот молодой человек, я так понимаю, он кандидат депутатный, он сказал, пишите письма, правильно? Это не против это, это можно сказать. Еще раз говорю, нужно делать все. Знаете, любая работа, да, любая работа, для того, чтобы она была эффективной, она должна быть... Как, вот, ЖСК Калужский, как юридическое лицо, имеет право подать в суд? Имеет. 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 Кто это должен делать, председатель правления? Каждый собственник жилья имеет право подать в суд, понимаете, да? Как ЖСК Калужский? Но для того, чтобы подать в суд, послушайте меня, вы задали вопрос, я вам отвечаю. Для того, чтобы подать в суд, исковое заявление нужно написать. Это сложное дело. Уже написано. Понимаете, да? Что же написано? Замечательно, значит, если написано заявление... А какое сложное дело, не понимаете? Что? Какое сложное дело? Дело сложное, это вопрос по земельным отношениям, это одна из самых сложных категорий дел. А вы действующий депутат или кто? Что? Вы кто? Я депутат Ясенева, действующий. А вы где сидите? Я, слава богу, пока нигде не сижу, пока не посаду. Если у вас есть, с юмором у вас хорошо, но это старый юмор. Новый-то юмор есть у вас? Где у вас место? Карамзина, дом 13. Карамзина, дом 13, корпус 1. Администрация Ясенева. И как вы сейчас туда принимаете? Два раза в месяц. Когда ближайший? У нас здесь есть мои депутаты, это депутат не нашего округа. Я позавчера приезжал к вам на правление ЖСК Калужский, понимаете, да? Мой телефон у всех есть. Пожалуйста, если нужна помощь, я подъеду, сделаю. Назовите наших депутатов по 16. Там Николаев... Нет, по 13-й назад. Вот я в среду, в прошлую среду я был. Уважаемый! Уважаемый, вы тут все часов подъехать. Здесь, вы знаете, я на короткой связи с вашим правлением. Сергей говорит про избирательную округу. Я на короткой связи с вашим правлением. Мы не дали, как сегодня ночью с ними переписывать. Они к вам, значит, относятся, да? Вот этот дом? А вы пришли. Нет, почему? Вот депутат вашего округа, Владимир Григорьевич Кокарев. Сергей занимался непосредственно юридической стороной. Просто поймите, есть вещи, которых я могу помочь, а есть вещи, которых я не могу помочь. Вопросы юридических, я могу помочь. Ну подсказать-то можете. А он сказал. Что я хочу сказать в заключении, да, что никто, как вы помните, не даст нам избавления, да, ни бог, ни царь, ни герой. Без активной позиции жителей, без участия каждого человека в решении этого вопроса ничего не будет. Никакой не депутат, никакой не кандидат депутата, ни президент, ни мэр, никто ваш вопрос не решит. Если вы сами не будете активно участвовать в решении этого вопроса. Я вам гарантирую, что если бы здесь сегодня собралось не 200 человек, а 2000 человек, то завтра этот вопрос был бы уже в повестке дня правительства Москвы, понимаете, да? Правильно. Не, ну здесь много, здесь представители разных данных. Я добавлю, если бы наши депутаты, когда они рассматривали вот эти проекты, разделение территорий, правильные решения, отклонили их, мы бы здесь и не стояли, ни два человека, ни 200. Вот сейчас они, пусть нам расскажут, почему за целый год они не смогли эти проекты отклонить, когда все, законодательство от Конституции, это последний суд, говорит, что это имущество жителей, никакой... Задай вопрос, Сергей Владимирович. Расскажите, почему проекты получили заключение кружной комиссии одобрить позиции депутатов. Вы что, не понимаете, что это имущество жителей, его делить без жителей нельзя? Проект его делит, вообще непонятно как. Какие-то минимальные, максимальные, этого в законодательстве вообще нет. Это определение границ территории в застройной происходит по фактическому использованию и нормам, и правилам, действующим на момент застройки. Все. Два понятия. Мы знаем, где мы имеем свою землю, мы ее используем, деревья сажаем, поливаем, ходим. Плюс те нормативы, которые были на момент постройки дома. А нам предлагают минимальный вариант, максимальный, откуда это взялось. Вот как юрист, объясните людям, почему вы довели до этого состояния, что окружная комиссия нам навязала проекты, которые противозаконны? Я отвечаю на ваш вопрос. Ситуация с межеванием гораздо сложнее, чем формат данного вопроса. Если очень кратко, во-первых, роль депутатов не заключалась в согласовании межевания или в утверждении межевания. Если бы это было так, возможно, ситуация была бы по-другому. Роль депутатов, к сожалению, муниципальных сводилась к роли того, что мы также, как жители, вносили некие свои поправки в те или иные проекты по тем или иным вопросам конкретным, которые вставали. Эти поправки мы вносили по мере сил, и, соответственно, мы их высказывали, и ряд из них вошли в решение градостроительной комиссии. Во-вторых, как я уже говорил, градостроительная комиссия окружная в момент утверждения протокола по публичным слушаниям о межевании 16-го микрорайона, то бишь этого, в который входит этот участок, особо отметила, отдельным пунктом отметила данный участок, сказав о том, что по данному участку публичные слушания не проводились, и этот участок размежеван не в соответствии с желаниями жителей или не в соответствии с желаниями окружной градостроительной комиссии, а вопреки ему, но в соответствии с действующим и не отмененным на сегодняшний день решением арбитражного суда города Москвы, подтвержденным федеральным арбитражным судом. Что касается, я постараюсь очень кратко ответить. Мне тяжело, я, извините, болею, мне тяжело громче. Что касается, в принципе, вопроса, связанного глобального вопроса с межеванием, то этот вопрос, на самом деле, достаточно сложный. Вокруг него словно огромное количество копий. Если кому-то интересно, пожалуйста, есть сайт ясенево2.ру, есть сайт межевания.msk, по-моему, .ру, есть сайт теплак.ру форум, да, там сотни страниц посвящены этому вопросу. Да, вопрос сложный, вопрос теоретический. Есть разные мнения по этому поводу, есть разный взгляд на проблемы, да, и так далее, и так далее, и так далее. Достаточно сказать, что я, когда был в правлении ЖСК Калужский, да, мы, к сожалению, даже не имеем на сегодняшний день, да, правление ЖСК Калужский на сегодняшний день не имеет плана того участка, который изначально был выделен под этот дом, понимаете, да, его нужно сейчас запрашивать в архиве, его нужно получить... Так, а мы обращались к депутатам, чтобы вы запросили к всему району эти планы. Почему вы нам отказали? Ко мне вопрос... Вы нам отказали и отправили нас всех самостоятельно получать эти планы. Ко мне поэтому вопросы лично ко мне по этому вопросу не обращались. Вот этого сложного вопроса, который говорят, что мы не можем решить его аж 2008 года. Мы, когда узнали, что проходит это мереживание, открыли публичную кадастровую карту города Казани и посмотрели, что они за год все территории свои придомовые разделили. То есть вот это так называемое мереживание провели, город провел сам, жителей даже не привлекал. На основании вот этого законодательства нашего действующего федерального. Вот то, что я вам сказал. Ничего сложного в этом абсолютно нету. То, что мы... И так же, это миллионный город. Он имеет тысячелетнюю историю. Разные года постройки, разные дома. Ничего сложного нету. Все, нашли всю документацию. У нас в БТИ все есть на каждый дом. И сделали, и разделили. Здесь же в Москве происходит вообще что-то непонятное. Проекты приходят нашим депутатам. Что это такое? Это их работа проверить, чтобы нас не обманули. Так называемый депутатский фильтр. Если депутат-юрист видит, что этот проект противоречит законодательству, что он делает? Пишет свое заключение. Подклонить. Подклонить, не принимать. Такого заключения не было никогда. Первое их заключение было согласовано. Когда мы их спросили, ребята, а что вы согласовали? Они зачеркнулись правильно. Ознакомились. То есть вообще с себя ответственность сняли. Почитали, но мы не отвечаем. Завтра спроси ее. Она скажет, а я не поняла. Я вообще не в теме. Я вообще там директор школы. Какое мне межевание? У них существует целый, не отдел даже, а целая администрация, муниципалитета, которая получает деньги, чтобы их работу обеспечить. Юристы, целая ставка юриста, которая их все заключения должна проверять и готовить. Ничего сделано не было. И это мы обращались к ним практически с 2012 года. Последний случай, вообще вопиющий, это когда наши микрорайоны были на обсуждение комиссии по развитию района Ясенево. Я лично пришел на эту комиссию, как представитель 10 домов, просто посмотреть, что они там делают, о чем говорят. Меня выставили за дверь с помощью наряда полиции, которой мы ждали 45 минут. И 45 минут мы сидели друг против друга, и я их спрашивал, в чем заключается ваша работа, почему вы, сидя вот здесь, имея перед, хотел сказать, мордой, лицом, вот этот регламент комиссии, где написано, вход свободный, меня выгоняйте, жителя, и ваша работа публичная и открытая. Почему вы так поступаете? Ответа не было. Дождались наряд полиции, наряд полиции меня выстрелил. И вот на этом заседании, этой комиссии по развитию района Ясенево, председатель здесь присутствует, они приняли вот это заключение, что да, отправляем на окружную комиссию, никаких замечаний особых не увидели. Да, где-то что-то прибавить. А то, что у жителей земли отрезается, крадется на сотни миллионов по кадастровой стоимости, это их не волнует. И это сидят не просто какие-то новички, депутаты, это депутаты, которые несколько сроков сидят там. Второй вопрос, давайте спросим, за что их сейчас премируют. Давайте спросим, какой это объем этой премии, какую работу они просто нормально сделали. Не хорошо, не качественно, не досрочно, а просто нормально. Какую одну работу они сделали за то, что их надо премировать? Депутата, который с самого движения шел на общественную работу, бесплатную. Почему это понятно? Давайте их спросим. Их 18 человек, они практически все имеют высшее образование. Три юриста. Три юриста видят, что жителей обманывают и в то же время пишут. Согласен, ознакомился. Как это назвать? Вот задайте себе этот вопрос. Сейчас у нас будет отчет главы управы. Какие меры они будут принимать? Вы знаете нашего Алана Олеговича Каратцева? Вот живой пример. Рокотова, 7-2. В течение года у жителей уничтожили за 5-6 налетов бандитских капитальные гаражи. В порядке экспертизы дала 10 миллионов ущерб. Что сделала управа? Ничего. Где она была, когда мы их вызывали? Давайте успокоимся, подумаем и решим. Что мы можем принять по результату этого схода? Если у депутатов есть что сказать? Кокарев Владимир Григорьевич, председатель комиссии по развитию района Ясни. Пусть он ответит. Вот, чтобы оскорить заявление. Посмотрите. Кокарев тоже ушел? Проблема в том, что наша избранная муниципальная власть, она просто своих обязанностей не выполняет.